Снести нельзя оставить. Уже не запятую, а точку поставили в истории незаконного торгового объекта на улице Советской Армии. Сегодня сюда наведались не для покупок, а чтобы демонтировать постройку. 20 лет назад в здании торговали выпечкой, а собственники были вполне законопослушными. Однако постепенно арендные платежи перестали поступать, а юридическое лицо, заключавшее договор, было ликвидировано. Здание попало в реестр незаконных объектов. Несмотря на это, там продолжалась торговля, причем магазин превратился в обыкновенную разливайку. Данный незаконный объект в свое время представлял из себя, значит, объект потребительского рынка, в котором осуществлялась реализация алкогольной продукции. Алкогольной продукции в розыгрых. Ввиду актуализации на настоящий момент мероприятий по пресечению фактов незаконной реализации алкогольной продукции, которая у нас проводится на регулярной основе совместно с сотрудниками полиции, значит, прокуратурой. Было принято решение о, значит, внесении изменений в график демонтажа незаконных объектов. И данный объект в первоочередном порядке у нас включен на демонтаж. Местные жители такому исходу только рады. Рассказывают, что в последнее время с утра и до вечера вынуждены были терпеть соседство любителей выпить. Неоднократно жаловались на нарушителей общественного порядка. Могу сказать спасибо администрации за то, что они наконец-то дошли до этого, так сказать, барушника, по бою слова. Потому что здесь постоянно были и драки, и поножовщины были криминальные. И здесь было вообще страшно ходить по вечерам. Он работал допоздна, и тут, так сказать, люди были не особо социальные. Сидят там, закупятся и идут в ближайшие дворы на лавочках, сидят на детских площадках. И нам, как жителям, это не нравилось. Эффективное взаимодействие населения и администрации Самары позволяет решать задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иные актуальные вопросы. Горожане могут оставить свое обращение и жалобы, в том числе на незаконные торговые объекты в социальных сетях. Специалисты ЦУР Самарской области и Муниципального центра управления Самары отслеживают все сообщения и помогают решать проблемы. Благодаря созданию Муниципального центра управления у нас в каждом районе, внутригородском в каждом департаменте закреплены ответственные, которые проводят мониторинг, обработку и анализ обращений жителей, поступающих через соцсети, практически 24 на 7. Напомним, что по поручению губернатора Самарской области работа по демонтажу незаконных торговых объектов идет в каждом районе Самары в соответствии с графиком. До конца года в Советском районе снесут еще десяток несанкционированных построек. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев. События.